В 1992 году обязательная школьная форма официально канула в лету, оставив учебному заведению право выбора. Сегодня почти все лицеи и гимназии решили, нужна, причем специально разработанная. А потому в швейных мастерских горячая пора. Женя Маркова сегодня впервые примерила костюм из ателье. Именно в этом платье девочка пойдет в первый класс. Форма очень красивая, в школу, мне кажется, она мне очень пойдет, именно к рюкзаку. Сарафан к рюкзаку, костюм к туфлям. Первый раз в первый класс вместе с Женей. В этом году отправится еще без малого 11 тысяч учеников. Количество первоклассников ежегодно увеличивается. Связано это с теми демографическими приростами, позитивными и радостными, которые у нас наблюдаются, в частности, в городе Челябинске. Поэтому в этом году первоклассников у нас порядка на 2000 детей больше, чем в прошлом учебном году. Белые банты, яркие рюкзаки и новые костюмы. Впрочем, одной лишь красотою сыт не будешь. Вопрос питания в школе один из главных. Первое, второе и компот. Систему советского горячего обеда сегодня перенимают даже иностранцы. Ребенок, а особенно первокласска, в отличие от художника, голодным быть не должен. Конечно, идеально, если она даст ему кашу или запеканку. Но у нас современные родители в основном перешли на фастфуды, перешли на сухие завтраки. Да, в лучшем случае, даже когда преподаватели проводят опрос в школах, я думаю, что не секрет, самое любимое блюдо для детей это макароны с сосиской. А от чего? Потому что у нас нет культуры питания, прежде всего, у родителей. Первое сентября не за горами. Родители шкалеров сметают с пола канцелярский багаж. Дальше больше специалисты напоминают. Подготовка первокласски должна вестись по всем фронтам. Родители дома должны правильно организовать рабочее место для ребенка. То есть они должны поставить стол для него, отдельный стол, для того, чтобы естественное освещение было слева. Поставить настольную лампу, естественно. И режим дня в обязательном порядке должны соблюдать. А вот в вопросе психологического настроя на школьные годы чудесные, специалисты советуют не перебарщивать. Главное, не напугать будущего ученика. Все-таки первое сентября должен стать для шкалера праздником и началом новой жизни, а не точкой отсчета полосы препятствий длиною в 11 лет. Нина Мельникова, Георгий Красанков, СТС, Челябинск.